Ну что я вам скажу, фильм тяжелый, но это не Сталинград. Показаны разбойные действия, там были аттракционы борьбы между красноармейцами и гитлеровцами. Ну давайте теперь по порядку обсудим, потому что правду знать надо, так нельзя. Я в Сталинграде был командиром танка. Это было август, сентябрь и октябрь. Это тот период, когда немецкие войска подходили уже в севере и частично на юге к Волге. Так все снабжение шло через Волгу. Реку Волгу мы не увидели. Засняли или в Балтийском море где-то, или где-то, но это не река Волга была. Ничего нет. Вот сидим вот в развалинах и вот это вот все происходит. Где противник, где наши войска. Вы видели в этом фильме? Вы Сумбур видели? Вот и я тоже. Там, где описано, бои за каждый город шли, так надо этот дом показать. Дома ни одного не показали. Бои шли не внутри. Внутри если шли, так это в цехах завода, это уже под конец. Ближе было, когда немцы сюда подошли и в некоторых местах к Волге вышли. Жители Сталинграда. Вот немцы уходили с той стороны. И муж, и жена, и там дети. Этих пацанов было уйма. Вот 13-14 лет. И один из них был связным у меня от трактора заводцев до моего танка. И они ж пацаны. Они там по кустам бегают, бегают. Увидят, когда там танки подходят, когда люди готовятся. Приходят на завод, докладывают, а руководители на заводе посылают. Иди сообщи этим танкистам о том, что немцы готовятся к наступлению. Но он ходил с автоматом. А еще я ему дал автомат немецкий трофейный. Он уже гранаты умел бросать. Вот помощь какая от них была, от этих ребят. Ничего же этого не показано. Один раз с этим мальчиком, когда он пришел сообщать, а уже немцы пошли в атаку. И видим, немцы залегли перед забором недалеко. Вот. И вот, когда мы так подползли, немцы лежат. И мы туда та-та-та-та-та-та-та. И гранат бросили. Немцы подхватились, думали, что тут большая контратака. И когда они подхватились, вот из-за забора ополченцы двинули. И немцы убегали. И вот помогали вместе с этим ополчением удерживать эти рубежи. Кто поступил на службу. Вот медсестер сколько было, снайперов, женщин сколько было. А нам взяли двух, показали. Но одна хоть положительная, а другая-то отрицательная. Но зачем он этот фильм построил на вот этом негативном явлении? Ведь у нас же женщины не такие в Сталинграде были. Что он хотел показать? Ведь мы видим, что немец какой-то, значит, нашу шлюху нашел, какую-то живет, и он эту шлюху любит и защищает. А наши никак его не убьют. Он выстреливает всех, только под конец погибнет. Что хотел Бондарчук этим показать? Какие немцы хорошие? Лучшие, чем наши воины? Непонятно для меня. Я сомневаюсь в его честности, в его политической правильной направленности, что он хотел показать правду. Сомневаюсь. Это не годится так. Вот только в 64-й армии 600 девушек снайперы были. Они располагались на острове посередине Волги. И уничтожали тех, в первую очередь, кто в офицерской форме ходил. Кто показался, вот они туда и попадали. Так не этот же болван его обучал за этой винтовкой. А призывали, организовали учебу. При этом их за Волгой это учили. За Волгой. Девочки шли. Шли кто связисткой. Хотя она, может, и не понимала, ее научили, но она помогала. Выполняли роль медсестры, если она это могла. Не могла быть медсестрой. Она санитаркой шла туда. Шли помогать везде. Вот это все наши девочки там делали. И их были тысячи таких ребят, таких девчат. Вы видели, чтобы наших солдат кормили? Или не видели в этом кино? А я ведь каждый день получал пищу из котла. Каждый день. Утром и вечером. В обед не помню. А утром давали, еще и 100 грамм давали в Ворошиловске. Так я не пил. А Свечкарек, Сибиряк, тот и мои выпивал. И мы нормально питались. Я не знаю, как мог он этот эпизод обойти. Это же есть позор нашей Красной Армии, что вот такое бедствие было. Люди голодные, это понятно. Магазины разбиты, ничего нет. Где они будут доставать? Это возможно. У немцев в укрытии, вот как-то дурочка нашлась, Такое сомнительное явление. Правда об обеспечении Красной Армии, Ее частей и подразделениям нормальным питанием не показана. А она была. А это людям надо понимать. Никто никем не управлял. Никто. Вот ходят все в бушлатах, там всем да в том. Вот борешкаются там, то делают. А управление руководства же никакого не видно в этом фильме. Вот это что, они все жгут, жгут, жгут. Этого не было. Самолеты над Сталинградом не пикировали. Не пикировали. Они летали вот там наверху. Причем 5 километров в высоту брали, не ниже. И над нашими танками закопанными летят. И гудит там. Армада летит. Мы уже их дразнили, когда я в госпитале был. Он летят, немцы, и говорят. Везу, везу, везу. Гул такой вот. Очень тяжелый. Морально тяжело воздействует. И выбрасывают бомбу. Мы в люке сидим. Вот я наблюдаю. Отрывается оттуда куча бомб. Посередине одна большая какая-то. А кругом 4-5 штук мелкие бомбы. Вот смотришь, куда они летят, куда они ближе подлетают. Закрываем и сидим. И ждешь. Попадет в танк или не попадешь в танк. Это одна сторона. Я вам рассказываю. Как человек, который воевал, который видел своими глазами. Рассказывал, что боев показаны они тут не так, как надо. Не так грамотно. Вот это строили все там. Вот это деньги туда угробили. А толку с этого никакого нет. И то, что пытаются его представить на Запад, как они оценят. Я возражаю. И я возмущаюсь. Какой же Сталинград? Где наша победа? Он ее не показал. Тогда зачем он фильм заснял? Захотелось ему показать вот этот разврат. Разброд этот. Непонятно. Субтитры создавал DimaTorzok И вот говорят, а вам страшно было выйти? А то об этом тогда не думал. Ну, мне было приятно, когда первый выстрел и в окно влетел снаряд. Я думаю, вот пламя оттуда вылетит. А оно не только пламя, а и пыль вместе с пламенем. Ну, попал. И так все окна туда прошел. Потом назад пошел нижний этаж. И тут у меня сигнал. Зеленая ракета. А что это значит? А для них это сигнал. Они поднялись с криком «Ура!», это мне слышно даже было. И в этот дом. А я вот наблюдаю левее немцев. Ну, может, 18, 20. Куда бегут? А к этому дому, который уже там наши солдаты воюют в нем. На помощь. А у меня никакой команды мне никто не дает. Вот первый раз принимаю самостоятельное решение. Из пушки, осколочным снарядом, ба-бах в эту кучу. Легли, не видно. Помолчали, опять поднялись. И снова второй снаряд туда. И больше уже никто не поднимался. Потому что поняли, если кто живой остался, не раненый никакой, то, наверное, додумался лежать, чтобы я не видел, иначе будет крышка. Так бесславно кончился авантюристический план немецкого командования «Захватить Сталинград, окружить и взять Москву». «Захватить Сталинград, окружить и взять Москву». «Захватить Сталинград»